Знания – великая ценность, но и расходы на школьников, а в особенности на студентов, сегодня значительные. Облегчить финансовую ношу родителей, чьи дети получают образование, призваны налоговые льготы, предусмотренные государством. Каждому родителю, имеющему ребенка в возрасте до 18 лет, положен стандартный налоговый вычет в размере 155 тысяч рублей в месяц, а имеющим двух и более несовершеннолетних детей по 310 тысяч ежемесячно на каждого. Для получения такого вычета достаточно предоставить в бухгалтерию по основному месту работы копию свидетельства о рождении ребенка. Если в семье дети-студенты старше 18 лет, то родителям также положен стандартный налоговый вычет в размере 155 тысяч в месяц. Но льгота применяется только при условии, что ребенок получает первое профессионально-техническое, средне-специальное или первое высшее образование на дневной форме обучения в Беларуси или за рубежом. При этом необходимо в бухгалтерию по основному месту работы представить справку, подтверждение о том, что ребенок является студентом. В этой ситуации с трудностью могут столкнуться родители, у которых дети обучаются в зарубежных учебных заведениях. Как правило, зарубежные учебные заведения не делают в справке отметку о том, что ребенок получает первое образование. А при отсутствии такой записи льгота в размере 155 тысяч на ребенка уже не положено. Законодательством Беларуси учтены и современные образовательные реалии. А ситуация в настоящее время такова. Довольно большой процент молодежи выбирает и получает очное или заочное платное образование. И семьи многих так называемых платников вынуждены затянуть поясок потуже. Как раз для них, либо самому студенту, либо его близким родственникам предоставляется право на социальный налоговый вычет. При этом обязательное условие. Платное образование первое и обучение проходит только на базе учреждений Беларуси. Для получения такой льготы в бухгалтерию по основному месту работы необходимо представить копию договора на платное обучение, квитанции, подтверждающие оплату, и справку, подтверждение о том, что ребенок в текущем учебном году, либо на период обучения, действительно является студентом данного учебного заведения. Льгота предоставляется в сумме фактически понесенных затрат на оплату обучения. Затраты на платные пересдачи экзаменов, на приобретение каких-то пособий, льготированию не подлежат. Если для оплаты обучения взят кредит или займ, суммы их погашения также льготируются. В этом случае в бухгалтерию по месту работы, помимо справки о получении первого образования, копии договора с учебным заведением и справки об оплате, необходимо предоставить копию договора кредита или займа, плюс квитанции, подтверждающие их погашение. Кто-то не знал о подобных возможностях? Шанс и еще не упущен. Законодательством Беларуси предусмотрен возврат излишне начисленных сумм подоходного налога. Правда, только не более, чем за три предшествующих года.